Дорогие друзья, большой-большой привет! Сегодня готовим потрясающий вкусный торт без выпечки. Готовится очень просто и быстро, а получается настоящее лакомство к чаю. Подготовим желатин. 5 грамм желатина. Заливаем 3 столовыми ложками воды холодной или комнатной температуры. Размешиваем и отставляем на то время, которое указано в упаковке на инструкции. Желатин должен набухнуть. Нам понадобится 80 грамм кокосовой стружки. Можно взять немножко поменьше. Всыпаю в кастрюльку. Добавляю 100 мл сливок или молока. Включаю огонь и проварю кокосовую стружку минут 5-7. Так она размягчится, станет очень мягкой. Вот такая получилась кокосовая стружка. Она набухла. Я сейчас отставлю ее в сторону, пусть остывает. Займемся творогом. Здесь у меня 2 пачки творога по 180 грамм. Добавляю сахар, всего 100 грамм. 1 ложку ванильного сахара. Вливаю 100 мл сливок или молока. Тщательно все взбиваю погружным блендером. Туда же добавляю 50 грамм размягченного сливочного масла. Постояло при комнатной температуре. В принципе, можно и без масла обойтись. Еще раз взбиваю. Теперь нам понадобится печенье. Лучше взять песочное. Оно лучше пропитывается. У меня вот такие галеты. Они не очень пропитываются. Но мужу, наоборот, нравится. Говорит, есть что жевать. Если хотите мягкое печенье, лучше взять другое. Можно обмакнуть молоко или кофе. Вареную сгущенку я немного подогрела. Так она легче будет распределяться по печенью. Вообще говоря, вареную сгущенку можно заменить, например, вареньем любимым каким-нибудь или джемом. Сверху выложу еще один слой печенья и чуть-чуть прижимаю. Набухший желатин я растопила в микроволновке буквально 10 секунд. Или можно на водяной бане, или в кастрюльке на маленьком огне. Главное, чтобы крупинки растворились, при этом желатин не закипел. Теперь его немножко помешало, чтобы не добавлять прямо горячий. Вливаю и перемешиваю. В последнюю очередь добавляю кокосовую стружку. Для того, как стружка прогрелась, стала очень-очень ароматной. И теперь перемешиваю. И получается такой творожный кокосовый крем. Выливаем крем в форму. Разравниваем. И вновь выкладываем печенье. Здесь у меня 50 грамм шоколада и небольшой кусочек сливочного масла. Где-то 20 грамм. Сейчас растоплю их вместе в микроволновке. Вообще, сливочное масло периодически не добавляю. Растапливаю один шоколад. После этого добавляю несколько столовых ложек молока. Тоже как вариант. Покрываем шоколадом. И отправляем в холодильник, чтобы желатин полностью схватился. Часа на два. Ну вот, тортик готов. На раз, два, три. Так, теперь аккуратно снимаем пленку. Торт получается восхитительно вкусным, нежным, с насыщенным кокосовым вкусом. Попробуйте приготовить. Я от всей души желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Смотрите следующее мое видео. Смотрите следующее мое видео.